Всем привет, ребятки! В этом ролике я вам покажу, каким образом можно зарабатывать спецачки. Появилось много новых способов. Я уже снимал подобное видео где-то год назад, может быть меньше, но как бы всё изменилось, и сегодня я вам всё расскажу, покажу, и вы узнаете, каким образом лучше всего фармить спецачки. От вас хочу видеть активность, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну а я вам, ребятки, напоминаю то, что в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Палканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я вам, ребятки, всем желаю приятного просмотра, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Итак, начнём, я думаю, с самого начала, в принципе, откуда вы можете улучшать спецачки, если вы только начали играть. То есть вы можете проходить квестовый персонажей. И первый квестовый персонаж это Фетя, который вам будет давать там донат и так далее. Но самое главное, то что он будет давать вам спецачки. То есть за прохождение заданий вам каждый раз будут давать спецачки. Также есть следующий квестовый персонаж, это Анжела, которая будет после Феди. У неё тоже есть задания, за которые вы будете получать спецачки, но и не только. У неё этих заданий больше, поэтому спецачков, соответственно, вы получите больше. Есть ещё один квестовый персонаж, это Максим Снегеров, получается. Но я, честно, эти все задания не проходил. Но я считаю, они для меня реально сложные. То есть я не готов как-то их проходить. То есть да, здесь вы тоже там получите спецачки и так далее. Но это реально очень сложные квесты. То есть по сравнению, допустим, с Федей и Анжелой, как бы там лёгкие квесты. А здесь уже довольно-таки сложные. Если мы уже заговорили по квестовых персонажей, давайте я вам покажу новых квестовых персонажей, с которых можно залутать очень много спецачков. Вы нажимаете английскую буковку R или P, я не знаю, как правильно. Вот, квесты для новичков, вы это не нажимаете. Вы нажимаете другие квесты и здесь нажимаете квестовые персонажи. И здесь у нас в обновлении появилось два квестовых персонажа. То есть у Валеры, получается, у него квесты довольно-таки несложные, в принципе. Если вы такой, знаете, старичок, который там уже всё знает, всё прошёл. То есть для старичков тут квесты будут несложные. Для новичков, конечно, будет немножко сложновато. Короче, я не могу вам показать задания, я их уже прошёл. У Валеры, по-моему, всего 5 заданий и за каждое задание дают 15 спецачков. То есть вы уже неплохо можете у Валеры залутать спецачки. И у Сергея Стилова можете залутать очень много спецачков. Около 100 либо 150 спецачков вы можете получить с этого квестового персонажа. То есть за счёт квестовых персонажей вы уже можете неплохо так заработать спецачков. Но вы прекрасно понимаете то, что это всего лишь одноразовая акция. То есть вы не сможете эти квесты проходить каждый день, допустим, либо раз в месяц. То есть вы прошли квестовых персонажей и всё. Вы их заново пройти не сможете. Поэтому я вам сейчас покажу пособы, которые вечные. С которых вы сможете постоянно зарабатывать спецачки. Для тех, кто как бы не знал, в каждой фракции есть тоже квестовый персонаж. Но не квестовый, который просто вам даёт задание, за которое вы также можете получать спецачки. Это работает как в нелегальных структурах, так и в госструктурах. То есть вот квестовый персонаж, вы к нему подходите. И здесь вы можете каждый день выполнять у него задания. Здесь вам надо всего лишь там украдить из военного склада патроны. То есть 600 патронов получается нужно украсть. И вы получите одно спецачко. Уличный художник. Здесь нам нужно покрасить граффити, видите? То есть каждый раз задания, я так понимаю, меняются. Я ещё их ни разу не выполнял. Награда 3 спецачка. Нейтрализуйте оппонентов на любом криминальном событии. Ну и следующий вариант, это самый дефолтный, про который в принципе знают все. Это выполнение ежедневных заданий. То есть за выполнение ежедневных заданий вам дают спецачки. Разное количество, как бы, ну, где-то больше, где-то меньше. Но, самый большой плюс в том, что если вы 3 дня подряд выполните все задания, вы получаете 15 спецачков и 250 тысяч. То есть это один тоже из самых лучших способов фарма. Ну реально, то есть вы можете каждый день выполнять 5 заданий, за которые вам будут давать спецачки. Если вы 3 дня подряд выполняете, вы получаете ещё 15 спецачков. Ну что ж, ребята, сейчас я вам расскажу про самый лучший имбовый способ заработка спецачков. Здесь получается у нас 6 трасс. И здесь 4, всего получается 10 трасс. То есть каким образом вы можете с помощью дрифта получать спецачки? За каждое место в топе вы получаете спецачки. От 15 штук, если я не ошибаюсь. По-моему, за первое место вы получите там 50 спецачков, если я не ошибаюсь. Что-то около того. Или 30, или 50. Я точно вам сказать не могу. То есть чем выше вы в рейтинге, тем больше вы получите спецачков. Да, их можно получить всего лишь раз в неделю. То есть с воскресенья на понедельник в 12 часов ночи в 5 минут вам дадутся спецачки. То есть вы потом прописываете слэш прайс, и там вы можете забрать эти спецачки. То есть всего получается 10 трасс. То есть если даже так подумать, то есть 10 трасс, если вы на каждой трассе займёте хотя бы 10 место, вы получите 150 спецачков. Это уже неплохо. Но лучше этого способа нету ничего просто. Реально, лучше нету. Потому что я сам как бы дрифчу ради этих спецачков. Занимаю там хотя бы 10 место, чтобы мне просто дали эти спецачки. Поэтому вам для этого нужна всего лишь там машина. Для этого прекрасно подают, допустим, тот же самый Mark II. Mark II это самая амбовая машина, в принципе, для дрифта. Но это уже другая тема как бы. То есть для этого вам нужна просто машина и как бы прямые руки, чтобы набирать дрифт очки. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Я вам рассказал про все способы заработка спецачков. То есть по-другому вы никак их не получите. Я вам рассказал просто про все способы, которые только есть на проекте. Я реально надеюсь на вашу активность, на вашу поддержку. Давайте постараемся на этом ролике набрать 100 лайков. Я вам буду максимально благодарен. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял приподнял. Всем пока-пока.